Музыка Всем привет! Это программа Национальный характер. В новом сезоне вы поставили себе задачу рассказать вам о тех национальностях, о которых вы еще не слышали. Сегодня нас ждут в гости одна из самых малочисленных национальных общин нашего города. Им даже выражал благодарность президент нашей страны Владимир Путин. Итак, это программа Национальный характер. Отправляемся в гости в Урдан. Поехали! Так, разуваемся. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать по курдке Саича Басарса! Хорошо! Очень рады вас видеть! Приятно! Ну, пойдемте! Это Муса Махсоев, председатель курдской национальной автономии, или, как он сам себя называет, первый курд на омской земле. В наш город Муса Наврузович приехал в 1994 году из Казахстана, чтобы стать тренером по борьбе. Влюбился, женился и остался. Сегодня он вместе со своей супругой Анастасией, сыновьями Даудом, Саидом и дочкой Луизой встречает нас в своем гостеприимном доме. Начинаем знакомство с курдской культурой. Давайте попробуем нарисовать некий портрет, да, курда. То есть, чтобы вот, когда спрашивают человека, кто такой курд, то есть, эмоционально, по характеру, что это за люди, да, чтобы нам стало это тоже понятно. Ну, мы советские курды, так скажем. Сейчас, значит, мы граждане России, во-первых, ну, получается, сибирские курды, так скажем. Курдов много, вообще, в России много курдов, по себе нет. А так, по характеру, очень гостеприимный народ, очень доверчивый народ. И быстро сливается, допустим, вот если мы живем в России, быстро к традициям России, к законам России, это быстро сливаемся, все. Ну, традиции свои, естественно, сохраняем. Передавать детям, внукам, правнукам. Вот я как даже иногда шучу с нашими курдами, там, встретимся, я говорю, вот я основатель курдов, там, у нас там вообще не было в Сибири, сибирской курды. Интересно, поскольку малочисленный, да, состав вот на территории Омской области, сложно сохранять традиции? Ну, сейчас она, как бы, несложна, сейчас же есть интернет. И, как бы, дай бог моей маме здоровья, она жива-здорова, она где-то нам подсказывает. В гости ездим в Казахстан, где очень много курдов живет. Как бы, оттуда все вот эти традиции держим, придерживаем. Вот. Проводим Навруз совместно с тюркскими народами. Это вообще Навруз для курдов очень такой дорогой праздник, очень такой символический праздник. Курды его отмечают вообще в Иракском Курдистане, в Сирии, в Турции. Они, как бы, Навруз почтят вообще вас очень долго, пять дней, по-моему, она идет. А вот по вероисповеданию, то есть, курды? В мусульмане есть, курды у нас есть христиане, католики, есть христиан и солнцепоклонники. У нас вот в России очень много живет солнцепоклонников. Это они, Малеке Таус есть такой, ну, как бы берет Малеке Таус тоже, бог там все, но солнце. Курды солнцепоклонники или езиды – последователи очень древней веры, точное время зарождения которой неизвестно. Езид переводится дословно «я видел», то есть «видел бога». Солнцу езиды действительно поклоняются, но не считают его богом, скорее пророком. Бог по их преданиям един для всех конфессий. Уже упомянутый Малак Таус – это верховный в иерархии езидский ангел, всего их семь. Обычно он изображается в виде павлина. Для солнцепоклонников эта птица священна, потому что красиво, и ее мясо не портится на солнце. – Независимо от вероисповедания, то есть все равно народ друг с другом общается? – Да, музыка вся, все одинаково. У нас диалект получается курманжи. Вот у курдов-изидов. Основное – это получается сирийский курд, турецкий курд, диалект курманжи. А есть иракский курдистан, у них сурани. Ну, мы так чуть-чуть, надо сказать, отличается язык. А так все одинаково, музыка, все традиции, одинаково все почти. Курманжи – крупнейший по числу носителей диалект, распространенный на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Однако пообщаться с курдами, носителями диалекта сарани, увы, им не удастся. Взаимопонимание утрачено из-за принципиальных морфологических различий, при схожем на первый взгляд звучании. Письменность тоже сильно разнится. Если курманжи используют латинский алфавит с добавочными знаками, то сарани пользуются арабской вязью с добавлением нескольких букв. Ну, а как сохранить взаимопонимание между членами большой семьи, с нами поделился Мусан Аврузович. Вы глава большой семьи. Очень интересно, как в семье распределяются отношения, что ли, да? То есть, насколько курдская семья патриархальна, возможно, да? И, то есть, какие-то определенные правила, которые соблюдаются в семье? Правила в семье такие, вот, когда даже я женился, и супруге сразу сказал, мне самое главное уважать, чтобы она уважала моих родителей. У нас очень в семье это прям строго наблюдается, что надо уважать старших. Естественно, это мать, отец, старший брат, сестра. У нас всегда дружно это должно быть, друг друга уважают. Вот, получается, есть же вот даже в Библии, в Коране написано, ключи от рая у ног родителей. Так что для нас родители это святое на первом месте всегда. Уважение к ним, почтение этого обязательно. И так же детей воспитываем. Духовность, естественно, конечно, и обязательно, чтобы старших уважали, любили, учились. Вот у меня дочь, она здесь родилась, все, они сибирики все. Она закончила, она вышла замуж, зять у нас уролог, она стоматолог, окончила в этом году, получила диплом. Ну, пацан там тоже, он сейчас, он говорит, я хочу в МИГ ему поступить. Ну, сейчас все, спорт. Сын занимается старшим баскетболом, младший дидо, либо спорт, все, уважает. Вроде бы, пока я доволен от них. А вот готова ли курдская молодежь соблюдать правила и национальные обычаи, об этом мы поговорили с Заудином Алихановым, зятем у сына Врузовича. Заудин, ну, давай поговорим для молодого парня, да, то есть, вот в курдской семье, какие-то, может быть, определенные есть этапы взросления, да, этапы воспитания очень важные, которые он проходит. Поделись с нами. Ну, да, вообще, это интересный вопрос. Получается, ну, начну с детства, когда вот рождается мальчик, он растет до 5-6-летнего возраста и, согласно мусульманским традициям, ему делают обрезание. Вот, и у курдов так положено, что, когда сделали обрезание, проходит там 2-3 дня, происходит заживление раны, ему дают в руки нож и нужно принести в жертву какое-нибудь животное. Это типа становление мужчиной. То есть, ну, обычно в таком возрасте мальчик может осилить зарезы там петуха там или индюка. Вот, я помню, сам через этот обряд проходил. Вот, дали мне такой большой нож. Говорят, ну, режь, потом с этого сделаем суп. Вот, в общем, как эта процедура совершится, считается, что вот он, мужчина. Ну, и, конечно, с самого детства прививается полная ответственность мужчины перед семьей, да, то есть, четкое понимание есть, что ты мужчина, ты глава семьи, ты должен быть ответственен за свою жену, в первую очередь, за своих детей, за своих родителей. Уважение к старшему у нас очень сильно прививается прямо с детства. Вот, то есть, с самого детства стараются воспитать мужчину в прямом понимании этого слова. То есть, мужчина – это сила. Вот, мужчина – это мужественный, это храбрый, это добытчик, это защитник. Вот, это с детства отец эти навыки, так скажем, на своем личном примере передает сыну и, ну, говорится об этом всегда. Для Мусы Наврузовича его отец тоже был примером. Курт – старый закалки, как про него говорили родственники. Сына он воспитывал как своего преемника. О своем отце Мусы Наврузович говорит с особым трепетом. О, кстати, еще отец мой, он служил в 45-м, призывали его в Германию. Чуть-чуть тоже зацепил войну, он там, он служил пять лет. Пять, на шестой, в 51-м году, по-моему, уволился. В Германии служил там все. В пехоте, он всегда рассказал пехота. А на этой фотографии-то тоже он? Да, тоже отец, мама, это я, когда приезжали. Отец у меня вообще, он в советские времена проработал председателем совхоза. Сам был пастухом. Вот он, во-первых, в то время государству они и мясо сдавали, и шею сдавали. Он был передовиком. Его назначили председателем совхоза. Он у нас учил, чтобы мы были… Ну, он чисто работал, чтобы мы учились. Он хотел, чтобы мы учились. У него мечта была, чтобы мы были там или военными, или там врачами. Вот, и он как бы всегда говорил, сынок, надо учиться, в хороших местах работать. Я сам служил тоже в советской армии. Прозывался я в Борисполь в то время. Ну, СССР это вообще было. Я с Казахстана прозывался в Борисполь. И служили мы в Харькове, а потом в Запорожский полк. В авиации. А что еще, вот, может быть, отец, так сказать, пытался вам передать и хотел, чтобы в вас это отстало? Ну, он… у него цель была такая, чтобы мы были дружны. В семье братья, сестра общались. Он сам вырос. У него есть братишка, сестра была. Они как бы… дед рано ушел. И он за семьей сам смотрел, как так, скажем, что трудно было в то время. Потом прозывался в армию. У него мечта была, чтобы мы были дружными. Он всегда нам говорил, будьте сплоченные, дружные. И, естественно, чтобы работали, были честные. Вот наши вот это, чтобы честные, справедливые. Вот это он нам всегда говорил. В следующей программе вас ждут кулинарные рецепты курдской национальной кухни. Мы расскажем, почему курды готовят сырое мясо без специй. И какое блюдо отлично освежает жару. Вместе с Заудином Алихановым узнаем, почему все курды с рождения музыкальны. Как-то вот так. И за что Владимир Путин лично благодарил курдский народ. Все подробности смотрите в следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok В предыдущей части нашей программы вы узнали, кого должен одолеть курдский мальчик, чтобы стать мужчиной. Ему дают в руки нож, и нужно принести в жертву какое-нибудь животное. Что из-за различий в диалектах представители одного народа не находят взаимопонимания. И мы вместе с председателем местной курдской национально-культурной автономии города Омска Мусой Махсоевым начали рисовать портрет курда. Продолжение смотрите прямо сейчас. В одном из ваших интервью я еще прочитал, что вы говорили, что курды очень воинственный и вспыльчивый народ. Вспыльчивый я бы не сказал прям вспыльчивый, но воинственный, да. Воинственный, да. Потому что вы если даже прочитаете историю, они всегда воевали. Я вам еще раз говорю, повторюсь, доверчивый народ. Вот, допустим, они воюют на стороне грубой Сирии, да, им обещают землю там дать. Они воюют, заходи с нами. Вот, доверчивые, все. Они доверяют, верят, все. Вот так вот я нашел это, у нас даже есть женский батальон, который воюет, они прям на смерть. Вот как вот великие отечественные партизаны. Они же и себя считают партизанами. На Ближнем Востоке самая сильная сила это, и Владимир Владимирович Путин говорил, курды, они достойно, отважно воюют с террористами. Курды воюют очень самодерживно, не жалея себя, весьма эффективно. И это очень серьезная сила в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. А как мужчины относятся, что с ними в строю, например, воюют женщины? Нормально. У нас вот единственный, вот среди мусульман, я считал, что единственный, кто с женщинами наравне, потому что если религия не позволяет, ну там, ну здесь они воюют, все, в руках так же воюют. Ну, конечно, есть там определенные принципы, потому что когда свадьбы какие-то или мероприятия, женщины отдельно сидят, мужчины отдельно сидят. Здесь есть строгие правила, но война есть война, там уже сплоченность нужна. Я читал, что у курдов женщины не закрывают лицо. То есть почему это? Я вам расскажу, действительно так оно и есть. На Ближнем Востоке курдская женщина – это единственная женщина мусульманская, которая не накрывает свое лицо, не покрывает чадрой. Это все потому, что культ женщин в курдской среде очень почитается. Вот, то есть женщин очень в курдской среде уважают. Уважают культ матери, уважают культ сестры. То есть к женщинам относятся как к равному товарищу, не принижают ни в коем случае. Наоборот, гордятся очень, особенно женщинами, воинами, очень сильно гордятся. Это все потому, что соблюдается как бы свобода женщин, и она имеет право, хочет покрывает лицо, хочет – нет. Если глубоко верующая курдянка, мусульманка, то она покрывает лицо, если нет, то нет, никто не заставляет. Это только характерно для курдов на Ближнем Востоке. Если говорить про тех же арабов, про тех же персов, то их там чуть ли не заставляет, наверное, покрывать там лицо. А курдов такого нет. При этом курдская семья патриархальна. Последнее слово остается за мужем. Он – глава семьи. Это проявление уважения супругов друг к другу, но не пережиток ли это? Раньше, я помню, даже лет 20-15 назад идет свадьба. Допустим, за столом только сидит невеста. А жених там где-то танцует, гуляет. А сейчас уже за столом сидит, как у всех, да. Медлитане танцуют. Раньше у нас такого не было, жестко было. Особенно отец там придерживался. И у нас, получается, если снаха, она вот вышла, вот пришла в этот дом, да, она как бы с отцом и женихом, они разговаривают, стыдняются, это скромность. Она вот, обычно, накрыла стол, все ушла, ее не видно, ничего. Если кто, она сидит, кто-то зашел, она обязательно встает. Это уважение, почет уважения, все. Мама, хоть у нас нахадана была, она лет 50 лет в нашем доме жила, отец когда умирал, она потом маме плакала, говорит, я хоть слово сказал бы ей. Не разговаривал, уважение, да, не уважение, это просто. Не то, что там, не, вот некоторые думают, что дикие, ну как это, дико, нет, не дико, это уважение. Вам же приятно будет завтра ваша снаха, стол накрыла, там все, вы кушаете спокойно. А не так, пришла там слово, говорит, или спорить, вот так. В процессе нашей беседы с Мусой Наврузовичем его жена Анастасия готовила угощения для гостей. Яна просился в помощники. Раскроем секреты курдской национальной кухни вместе. Анастасия, ну что мы будем сегодня готовить? Первое блюдо, это вот холодное блюдо, это как русская кружка, потому что в основном в жарких странах, там любят холодное тоже, ну когда жарко. Бралось кислое молоко, мы здесь просто берем кефир. Так, а сколько нужно будет? Ну, допустим, ну, допустим, литр кефира. Так, ага, берем литр кефира. Добавляем разной зелени, ну, не знаю, грамм. Каждому по вкусу, там, базилик, еще желательно мяту, чтобы освежающий был напиток. И еще добавляем проростки пшеницы. То есть какую-то крупу добавляем? Да, или там, допустим, кукурузу, тоже вот вареную, это, ну, тоже грамм сто. И все, готовое блюдо, ну, можно подсолить там. То есть готовится очень быстро? И очень вкусное, то есть и раньше же курды много там ходили по горам, с собой вот брали. Или где-то молоко кислое было часто там. Можно как второе блюдо и как напиток, вот как бы так, если без крупы. В каждой культуре есть вот такое блюдо, там, русских, окрошка. У казахов, допустим, коже тоже наподобие, только оно с какого-то другого молока козьего, что ли, делается. У белорусов там свекольник, что-то там такое холодное. Вот, попробуйте. Вкусно, на самом деле. Зелень с кефиром очень интересный вкус дают. Особенно в жаркую погоду. Да, да. И даже без мяты все равно освежающий эффект есть. Анастасия, дойдите мне попробовать что-нибудь сделать. Ну вот, как раз мясо мужское блюдо. Так. То есть свежее. Так, то есть мало берем. Только зарезанного барана. Так, ответственное дело. Так, мы просто бросаем его. Анастасия, вы мне помогаете. Насколько ты поспечинающий? Да. Мне вообще с кулинарией не очень. Стараемся, стараемся. То есть потом мы просто перемешиваем. Ну, как бы, да. Ну, должно немножко потушиться. А потом прямо до корочки обжариться, до темной. Это что-то подобное шашлыку или это вообще абсолютно по-другому? Ну, как жареное мясо. Это все, потому что свежее, потому что обычно в жарких странах уже куда-то живут. Вот. Поэтому все делается на один раз. Ну, и такое все, что быстро, как бы походное. Потому что часто же там, ну, в горах вот эта горная жизнь. То есть пожарили, поели и все. Никаких специй, то есть, добавлять не нужно? Ну, нет, не надо. Просто чисто вот мясо. Обычно специи с собой никогда не было. Ну, Анастасия, вам большое спасибо за такой кулинарный мастер-класс. Мясо пока у нас готовится. Мы пойдем дальше немножко познакомимся с вашей семьей. Английский психолог Чарльз Спенс доказал, что отличной приправой к любому блюду, вызывающей аппетит, является музыка. Да, это курсовый национальный инструмент. К сожалению, не весь ассортимент у нас дома. Вот что было, я решил вам показать. Вот этот вот инструмент духовой называется «Мей» по-курсски. На нем играют в основном грустные такие мелодии. Но, к сожалению, я не умею на нем играть. Этот инструмент ударный называется «Дарбука». Вообще, изначально он был придуман в VI веке в Египте, но так как культуры смешиваются, меняются, скажем, курды мигрируют очень много. Где-то что-то у кого-то переняли, также переняли и «Дарбуку». Инструмент называется «Дарбука» или «Думбек». Он является вторым второстепенным ударным инструментом. После «Дохола», «Дохол» такой большой барабан на палочках играется. А это как второстепенный, как украшающий. И курды также на нем играют. То есть сидит ансамбль большой, один сидит с «Дохолом», один сидит с «Дарбукой», один сидит, например, с «Зурной» или с «Смей». И получается полный такой ансамбль и играют, и певец поет. А какое место занимает, например, барабан в этом ансамбле? Потому что тоже я читал, что поскольку курды воинственный народ, раньше и на войну они шли под звуки барабанов. Курды действительно, когда идут на войну, всегда идут в таком бодром расположении духа, в сопровождении музыки. Так оно действительно и есть. Музыка ободряет и идут сражаться. Сможешь нам что-нибудь наиграть, какой-нибудь ритм, может быть? Вот очень много ритмов, ну, сыграя, например, какие-нибудь. Как-то вот так. По курдским обычаям место за столом каждому отводится в строгом соответствии с неписанными правилами. Очень рад вас видеть всех. Вот у нас гостей всегда на курском саре жори. Это значит вверх. Это вы следите слева, справа. Справа это наш Наиль. Он председатель Татарского культурного центра. У нас мы со всеми, вообще со всеми диасфорами дружим, особенно с лидерами, председателями со всеми. Сегодня, естественно, сосед, он рядом, близкий, брат наш. Очень рад вас видеть. Я желаю вам всем дома, чтобы было тепло, светло, радость ваших детей, ваших родственников, чтобы у всех вот так стол был накрыт для гостей. Я сегодня очень рад вас видеть. Как раз мы хотим похвастаться своими блюдами курдскими. Очень рад вас видеть. Которые готовились сегодня вместе. Ну что, приятного аппетита тогда. На этом наш визит гостеприимной курдской семье Махсоевых подошел к концу. Надо отдать должное, для такой малочисленной национальной общины они отлично помнят, соблюдают и чтут традиции своего народа. Хотя и считают себя настоящими сибирскими курдами. Махсоевых подошел к концу. Махсоевых подошел к концу. Махсоевых подошел к концу. Продолжение следует...